Продолжение следует... 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 Это будут мои вебинары, которые состоятся завтра и в понедельник, 22 января. Эти вебинары будут нашими продуктовыми вебинарами компании Директ Медиа. Вот они. Первый из них, завтрашний вебинар, будет посвящен преподавателю-автору, который хочет стать автором электронного учебного контента на платформе университетской библиотеки онлайн и создать совместно с нами электронный учебник. И второй вебинар будет посвящен работе библиотекаря в университетской библиотеке онлайн. Здесь мы подробно обсудим интерфейс библиотекаря, его возможности, функционал службы и так далее. Что ж, я не буду больше задерживать внимание. Сейчас передам слово Дмитрию. Хотел бы только поблагодарить, что Дмитрий второй год соглашается провести у нас вебинары по тематике, связанной с сервисами и продуктами компании Гиперметод. Это здорово. В этом году мы существенно расширили количество вебинаров, посвященных платформам онлайн-обучения. Ну и в этом смысле платформа E-Learning Server 4G может быть ставить немножко особняком, потому что Гиперметод достаточно много внимания уделяет вузовской аудитории, вузовским клиентам. Не все платформы ориентированы конкретно на вуз, но вот эта платформа очень хорошо попадает в вузовскую тематику. Не буду больше говорить слова за Дмитрия, передаю ему слово и прошу провести сегодня. Добрый день, коллеги. Вот, да, я так больше на экране. Коллеги, еще раз добрый день. Меня зовут, как Павел представил, Дмитрий Кричман. Я представляю компанию Гиперметод и рад, что сегодня вы нашли время пообщаться. Как верно заметил Павел, он оставил меня на второй год в рамках этого образовательного процесса, поэтому я, видимо, отрабатываю то, что не доработал в предыдущем календарном году. Павел, тоже большое спасибо, что меня во второгоднике записал. Все, коллеги, подскажите, слышно меня? Плюсики какие-нибудь поставьте, пожалуйста. Отлично, спасибо. Да, ну хватит, наверное, уже слышно, да, уже понятно. Итак, о чем бы мне хотелось сегодня рассказать вам. Вообще у нас серия вебинаров, да, я надеюсь, что каждый месяц мою физиономию вы сможете лицезреть, если ничего не случится, дай бог, на протяжении весны, зимы и весны, да, вот там, включая какой-то кусочек лета, и я постараюсь рассказывать о каких-то компонентах, наиболее востребованных, с нашей точки зрения, или, может быть, не столь еще отработанных, что ли, в целом, вот в рамках электронного обучения, которые, с моей точки зрения, вам, наверное, покажутся любопытными. Сегодня я о них упомянул, но рассказывать буду, наверное, в целом, да, и покажу, чтобы у вас состоялось какое-то общее впечатление. Я вам подготовил тут несколько маленьких опросиков, и постараюсь сейчас вот открыть, и вы ответите, пожалуйста. Вот для того, чтобы нам просто можно было познакомиться, я-то знаю хорошо продукты компании Гиперметод, да, поскольку сам отчасти их и разрабатываю, а вот ваше мнение мне бы хотелось услышать. Очень так кратко, надеюсь, виден опрос. Раньше кто-нибудь сталкивался с нашими продуктами и слышал что-то, не слышал, да, для того, чтобы мне просто было проще рассказывать, и там степень детализации для меня была более-менее понятна. Ну, вот среди вас пользователей нет, по крайней мере, и сейчас, да. Ну, отлично, в принципе, картина мира нам с вами понятна, хотя Павел не проголосовал, но я думаю, что он все-таки стартался и, может быть, даже отчасти когда-то использовал. Хорошо, тогда, спасибо за общее понимание и впечатление, я буду ориентироваться на то, что вы в целом, как бы, не знаете. А вот аудитория сегодняшнего вебинара не знакома с нашими продуктами и, главное, даже не столько с продуктами, сколько с решениями, которые можно на их базе построить. Вот, собственно говоря, про это, тогда я и буду рассказывать и показывать. Спасибо. Так, установить. Все, закрыли. Ну, поедем с вами дальше. Итак, где тут кнопочки, я не очень с этой платформой знаком, поэтому могу теряться немножечко в нахождении того или иного экспериментика, но, тем не менее. Итак, вообще, наша компания, она находится в Петербурге. То есть, я родом из Петербурга, да, и учился здесь, и, собственно говоря, наоборот. Учился я в Санкт-Петербургском университете, там она называлась ЛЭТСИ, и, собственно говоря, на базе этого вуза и выросла время, выросла в свое время наша компания и, соответственно, продукты. И отсюда, может быть, этимология, вот это происхождение наше повлияло и на, собственно говоря, те программные решения, которые мы делаем, о чем сказал Павел, что платформа в целом ориентирована на учебный процесс. И об этом я еще отдельно расскажу. Сам я вообще, кстати говоря, еще и кандидат технических наук и доцент, и много-много лет в вузе преподавал. До сих пор какие-то студенты с моей базовой кайф, которые приходят к нам на практику или на стажировки, и чему мы тоже, в принципе, рады и всегда готовы вам помочь. То есть мы имеем в целом, несмотря на то, что программисты, общее понимание того, как устроен учебный процесс, какие внутренние течения там существуют, зачем нужны преподаватели и можно ли или нет в электронном обучении отказаться от преподавателей. Но, тем не менее, вот наша платформа, о которой я говорю, она относится к классу LMS систем, систем управления обучением, извините, систему без утреннего кофе. Систем управления обучением. И вы наверняка знаете множество других систем, и раз работа с вашим образованием, сталкивались, существует индициональная платформа открытого образования, да, общая такая, и множество других порталов и вузовских систем, построенных на разных технологических оснастках, на разных технологических основах. Наша платформа, она построена на базе нашего, собственного отечественного российского продукта, который мы уже и разрабатываем. Он входит в реестр отечественного программного обеспечения, в отличие от подавляющего большинства других технологических решений, которые используются при построении платформ электронного обучения или информационно-образательных средств в учебных заведениях. Микрофон фонит. Может быть я подальше подвину, вроде в ПАУМ проверяли, может быть я просто громко говорю слишком. Ну давайте попробуем убрать. Хрипит. Хрипит. Ну давайте сейчас попробуем сделать пониже микрофон. Раз, два, три, четыре. Сейчас настрой. Вот я сделал чувствительность понизь микрофона, надеюсь, да, коллеги у меня... Так лучше. Хорошо. Ну видите, уже какой-то позитив в нашем вебинаре наметился. Итак, платформа, она создана для того, чтобы проводить не только дистанционное обучение, и может быть даже отчасти основной акцент даже не в дистанционном обучении, хотя там, конечно, для этого сделано, для дистанта сделано очень и очень много. Она позволяет объединить все процессы учебные в рамках единой платформы. Это означает, что вопросы связаны не только, собственно говоря, с транзакцией между преподавателем и учеником, или там учениками в рамках учебного процесса в дистанционной форме возможно. Ну и множество других базовых процессов, если в ВУЗе, да, это учебное планирование, например. Когда вы создаете базовые учебные планы, эти базовые учебные планы утверждаете, вы работаете, например, там с шахтами, да, в формате планирования этих учебных, формирования и подготовки учебных планов. Вот здесь начинаются процессы, которые связаны с LMS, или могут, так скажем, начинаться, потому что они могут начинаться и позже, то есть учебное планирование не является обязательным компонентом. И далее мы про это тоже с вами будем говорить. Но что самое главное, что в нее вовлечены и другие, и очные процессы, и очно-заочные условно, и дистанционные, и всякие разные смешанные. Вот все, что связано с учебным процессом, оно все выразимо в этой платформе, начиная от прохождения электронных тестов в дистанционной форме и заканчивая формированием профессиональных сообществ, ну, например, там, студенческого театра. Вот все, все это многообразие учебной деятельности, и формальный, и неформальный, выразимо в рамках того продукта, о котором я буду говорить. И уже даже говорю, да, мы пойдем дальше. Вот на следующем слайде, может быть, чуть более формальный, и поподробнее, что же, какие основные компоненты, их гораздо больше, но то, что можно было вынести, какие-то ключевые вещи на слайд, я постарался вынести. Программные наши решения, они модульные. Естественно, каждый из этих кружочков условно один или несколько модулей, которые решают тот или иной блок задач. Ну, в центре, естественно, находится платформа под названием Минерсервер 4G. Она обеспечивает организацию учебного процесса и проведения его. Можно позиционировать ее как LMS-систему, если вы будете ее сравнивать с какими-то другими системами, что наверняка будет, то, собственно говоря, E-Rionic Server 4G, это и есть класс LMS-системы или системы дистанционного обучения, если ее наполнить учебными материалами, учебными курсами. Но помимо всего этого прочего, есть множество компонентов, которые расширяют... Здравствуйте, добрый день. Расширяют смысл и значение этой системы в рамках образовательной организации. Эти процессы, как я уже сказал, начинаются с управления учебным процессом, планирования, формирования рабочих учебных планов, учебных групп, учебных потоков, контингента, пулы ППС, профессионального предприятия, искусство состава, ставок учебных, половинка, совместители, и прочее-прочее, все с этим связано. Ресурсов, которые вы используете в учебном процессе, если говорим мы об управлении учебным процессом, аудиторного фонда, лабораторного фонда, ризмы их использования, удаленности, формирование расписания, занятий очного и дистанционного, как единого некого процесса, или очного с дистанционной поддержкой. Забегая вперед, хочу сказать, вот у нас один из наших крупных потребителей нашего продукта, это Уральский федеральный университет, наверняка вы знаете, Урфу, он там ходит в программу 5 ТОП-100, там как раз платформа на протяжении, ну, боюсь точно сказать, по-моему, 4 или 5 лет, если не больше, используется именно для организации очного процесса, помощь преподавателям, которые ведут очку. Именно в ней они проводят подготовку к занятиям, выкладывают учебно-методические материалы, задания, практические задания, проводят опросы, ну, и вот все, что связано с автоматизацией очной деятельности. Это, там, больше 40 тысяч, боюсь соврать, 46, там, или 48 тысяч студентов, и около 8 или 10 тысяч контингент, это пул преподавателей, те, кто работает в системе, как администратор, не как администратор, как участники процесса, со стороны преподавателей, преподаватели-ассистенты, вот, и методисты. Вот, такой объем работ, работают в ней ежедневно. Следующий компонент, который хотел, бук, ну, да, здесь на слайде, социальным большими крупными буквами, это бальная рейтинговая система. Естественно, что там это, в определенной степени, требования сегодняшнего дня, и, вот эти нормы, которые закладываются в БРС, они, все, не могу попасть в камеру, как-то поместиться в такую сторону. Эти нормы, которые закладываются в БРС, они, ну, на сегодня, да, де-факто, да, и де-юре, наверное, да, должны как-то реализовываться. Вот, все, что связано с бальной рейтинговой системой, автоматизация, то есть, какое количество, какой объем знаний соответствует, как очередной дисциплине, как они пересчитываются, как аккумулируются и агрегируются данные по отдельным видам занятий различного типа, как строятся рейтинги, и так далее. Это все тоже в качестве отдельных компонентов и блока реализовано на базе на платформе. Таким крупнейшим потребителем этого является несколько вузов, тоже очень крупных, это таможенная академия в Москве, это российский социальный государственный РГСУ, социальный государственный университет, который тоже находится, там тоже больше 40 тысяч студентов проходит обучение и набирает эти единицы знаний, которые там в бане рейтинга и кредиты, условно. Вот. Какие еще основные компоненты, о которых я бы хотел сказать, и отдельно, потом у нас запланировано с Павлом ряд вебинаров, в частности, это электронное портфолио, такая очень важная, популярная тема, но тогда, когда электронное портфолио интегрировано непосредственно в саму систему, и оно естественным образом сделано, то есть сделано правильно, я покажу, как это выглядит или может выглядеть, то тогда значимость этого портфолио не только как место хранения, но и как место взаимодействия или такая переходная компонента от учебных результатов, учебных достижений каждого слушателя, студента и даже преподавателя, потому что у него тоже может вестись электронное портфолио, к рынку труда, к предприятиям рынка труда, которые выстраивают требования и на базе портфолио могут формироваться автоматизировано резюме или CD, которые адаптированы, что ли, формируются под требования рынка труда отдельных предприятий и они могут публиковаться на такой условно внутренней бирже труда образовательного учреждения. Все это тоже в рамках платформы ELEANX 4G. Это следующий такой блок задач связан с неформальными составляющими. Дело в том, что я упоминал уже в начале, что учебные деятельности это, в том числе это студенческий театр, например, или какие-то другие направления деятельности вне формального учебного процесса. Но вот это все тоже можно поддержать на платформе. И здесь это называется такой блок профессиональных сообществ, который можно вести непосредственно на портале, объединяя и слушателей, студентов, и ППС, вовлекая в деятельность профессиональных сообществ, и представители опять же рынка труда, то есть предприятий, которые могут в рамках этих профсообществ формировать такие потоки, что ли, которые их интересуют, потоки профессиональные, которые их интересуют, и отбирать уже в рамках практической деятельности, в рамках этих профсообществ, формировать какую-либо экспертизу, отбирать наиболее пассионарных студентов именно к себе. Добрый день. Коллеги, а вот кто опоздал, когда учатся в классе, сажают на первую парту. Как неопоздавших пересадить на первую парту? Вот такой вопрос тоже потом обсудим. Ну и давайте дальше. Извините за то, что отвлекся. Важная тоже компонента это проектное обучение, проектные методы, особенно для технических вузов последнего времени, в том же УРФУ, развито проектное обучение. Сейчас у нас очень плотно развиваются, отношения уже давно развиваются, но вот очень плотно именно в плане проектного обучения с Нижегородским техническим университетом, где эта компонента используется в качестве базовой для организации проектов, как внутренних вузовских, например, выполнение грантов или научно-исследовательских работ или неокров, так и для проектного обучения самих студентов, которые и в первом случае, как правило, вовлекаются в выполнении тех или иных грантов или неокров, или неокров. Особенности, как введение портфолио или организации проектного обучения, мы тоже в рамках вебинаров в этом году с вами, поскольку меня вот оставили на второй год, обсудим, и я покажу поподробнее, как все это выглядит, как вы можете это использовать. Следующий компонент, который я хотела сказать, это по часовой стрелке, в нашей диаграмме еду, сколько это получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь часов. Итак, следующий компонент, большой-большой кружочек, это продукт, который мы выпустили в конце прошлого года. Мы сейчас с вами работаем на платформе Мерополис. Мерополис работает давно, устойчиво, бывают всякие вещи, конечно же, и у меня сегодня в рамках подготовки тут не все получалось достаточно. Но важно, что технологически эта платформа выполнена на базе Adobe Flash. Это означает, что, я боюсь там год соврать, по-моему, к 21-му, что ли, году, или к 20-му, Мерополис перестает осуществлять техническую поддержку Flash. Это значит, что это не совсем перспективная технология с точки зрения организации коммуникации между участниками, вот такой удаленной. И на текущий момент времени есть другие технологические базисы, в частности, технологии WebRTC, которые не используют Flash, но позволяют делать все то же самое. И вот в конце прошлого года мы выпустили продукт, который называется E-Class или E-Class. Капелька, я тоже сегодня его покажу. Он отличается достаточно значительно. И технологически это понятно, потому что не используют Flash абсолютно для ведения всего того, что мы сейчас с вами видим. Соответственно, работает по-другому. Но самое главное, что в отличие от всех виртуальных классов, будь там Мерополис или там Е-Туториум или что-нибудь и много других, да, он построен по нескольким другим коммуникационным принципам. Это действительно виртуальный класс, где я могу, так же, как мы с вами сидим в аудитории, когда ведем занятия, преподаватель, да, он видит аудиторию и он понимает, что там Вася смотрит в окно, значит, ему неинтересно, а Петя там рисует что-то другое в тетрадке, а не пишет консект лекции, значит, это тоже что-то там неправильно. Нужно предпринять какие-то воздействия на аудиторию, привлечь внимание или изменить там стиль и манеру ведения мероприятия. Вот этот фейс-ту-фейс в рамках вебинара, даже сегодняшнего, да, он очень-очень весьма затруднен. Ну, не только это, но что еще других проблем коммуникационных возникает. И вот в нашей платформе, в Е-Классе, как раз мы постарались максимально стереть разницу между виртуальным и настоящим общением, очным фейс-ту-фейсом. То есть в вебинаре вы можете понимать, кто у вас ввлечен в данный момент в аудитории, в виртуальной аудитории, в процесс, а кто смотрит условно в окно и занимается другими какими-то вещами. Соответственно, корректировать свое поведение или более правильно планировать проведение самого мероприятия, вебинара. Не только это, да, но и множество других вещей. На нашей платформе также есть и блок, конечно же, мобильного обучения. Мобильное обучение понимается не только как использование планшета или мобильного телефона или смартфона, какого-нибудь такого в учебном процессе, но мы понимаем, что если я использую вот эту штуку, у него несколько иное качество. Он может придать учебному процессу несколько иного качества. И, например, вы можете использовать смартфоны не только для того, чтобы там уведомлять о том, что у слушателя какой-то тест там проходит или показать ему картинки или кусочек учебного курса, чтобы он мне там глаза, не дай бог, не испортил, но и для того, чтобы выполнять, например, лабораторные работы и практикумы. Далеко не всегда, конечно, это возможно, но в рамках наших вебинаров в будущих я тоже покажу, как использовать смартфоны интегрированные с нашей платформой для выполнения практических заданий и практикумов творческих или технических практикумов. Таких примеров достаточно много уже по химии, по физике, музейное дело, коммуникации, художественная тематика, да, вот все, что с этим связано тоже из-за того, что в смартфоне есть то, чего нет в компьютере и что мы с вами не привыкли использовать по умолчанию. В общем, вот такая штука. И последний блок, о котором я бы хотел сказать, блок задач, потому что модулей много, это то, что связано в ВУЗе с ключевыми словами такими, как компетенции. Компетенции есть во ВГОСах, вы знаете, в 3,5, но не только, есть компетенции преподавателя, есть понимание того, что деятельность и студента, и преподавателя необходимо оценивать, и что есть понятие обратной связи, и что если нет обратной связи в любой системе, в системе управления, управления обучением, о чем мы с вами говорим, то это не очень здорово, это означает, что система не может развиваться в лучшую сторону. И вот то, как организовать обратную связь в системе не только с помощью опросов, но и управления на базе некой модели инфологической, включая модель компетенции и студента, и преподавателя, как правильно устроить, организовать учебный процесс и как его улучшать с целью улучшения. Вот это задача этого блока, блока оценки персонала, блока управления компетенциями, который также интегрирован с нашей платформы. Вот такие классы задачи решает платформа, и моя задача на этом слайде была вам объяснить, что это далеко не только ЛМС, а ЛМС это вот просто желтенький кружочек в центре, но множество, большое количество других задач, которые могут решаться с помощью нашего ЛМС. Ну и теперь некоторые примеры, которые я хотел показать. Во второй части вебинара я живьем все это дело покажу, сейчас мы какие-то общие рассматриваем. Ну вот посмотрите на слайд, вообще около миллиона пользователей ежегодно в нашей стране и за пределами нашей страны используют нашу платформу для инсталляции нашей платформы для участия в процессах обучения. Ну вот некоторые примеры я уже называл, это Уральский федеральный университет, там порядка 50 тысяч человек, Московский государственный строительный университет, Нижегородский технический университет, Международный центр Ломоносова, Московский центр технологии, технологический центр модернизации образования, это переподготовка преподавателей в Москве, это допустим Росгидромет, где наша платформа выступает в качестве базовой отраслевой платформы для развития обучения и подготовки развития персонала сотрудников гидрометеорологической службы, это тоже более 40 тысяч сотрудников, это такие организации, как например Газпром или Газпромнефть, которые проводят обучение в Газпромнефти, например, это около тысячи, более тысячи бензозаправочных станций и порядка десятка предприятий нефти в первоотрасли, тоже там проходит обучение и оценку под 50 тысяч сотрудников, это фармацевтика, это энергетика, это, например, авиация, вот вы знаете, сейчас проходит испытание такой новой, уже построенной в России, фактически первый самолет ТМС-21, так вот, вся подготовка инженерно-технического обслуживающего персонального и летного состава также строится на базе нашей платформы для этого гражданского самолета, но не только для него и для ряда других изделий авиапромышленности, таких как Су-30, Як-130 и другие самолеты, подготовка экипажей атомных подводных лодок различных проектов, также построена на базе нашей платформы, ну в общем вот видите, применений достаточно много, да, в разных странах, не только в России, далеко не только в России, да, это все применяется, вот такой базис, ну и чуть поподробнее о нескольких проектах, которые я упоминал уже, вот смотрите, это российский государственный социальный университет, платформа там используется, если я не ошибаюсь, два года примерно, это более 50 тысяч пользователей в системе, более 500 учебных курсов, вот примерно такие показатели, все в бальной рейтинговой системе абсолютно, да, здравствуйте, еще Татьяна Юрьевна тоже, опоздали на первую парту у вас, да, все в бальной рейтинговой системе, ну здесь на слайде можно посмотреть там примерно, да, как это выглядит с точки неопользовательского интерфейса, следующий пример, давайте, уральский федеральный, ну я про него уже достаточно подробно рассказал, чуть раньше, да, много лет используется для организации автоматизации и сопровождения очного учебного процесса, с компонентами дистанционных технологий, вот проект, ну не буду особо повторяться, российская таможенная академия, бальная рейтинговая система, то же самое, электронное портфолио, учебное планирование, я к краям глаза вам покажу, как этого устроено внутри, виртуальные классы, московский государственный строительный университет в рамках повышения квалификации используется, ну может быть, масштабы несколько поменьше, но тоже известное, да, очень обязательное учреждение, ну и другие примеры, я не буду их перечислять, это сотни организаций, которые используют и в учебных в том числе начиная с Дальнего Востока и заканчивая западными областями нашей родины, вот наши продукты, из таких примеров, кто здесь на слайде, это, например, переподготовка врачей в Краснодарском крае, это тоже десятки тысяч медперсонала, система там интегрирована с единым реестром медицинских работников, который централизованно ведется в рамках Минздрава, и, соответственно, через эту систему ежегодно раз в два года, по-моему, проходит переподготовку врачей. Московская область, например, обучение государственных служащих, тоже относительно большой проект как раз от прошлого года. Собственно говоря, наверное, это примеры все. Дальше я не буду утомлять вас презентациями, да, я постараюсь показать все это вживую. Пока я переключаюсь, может быть, если у вас есть какие-то вопросы, задать в чате, а я пока переключаюсь, запущу еще одно небольшое голосование, для того, чтобы мне не просто, поскольку я обзор дал, не просто понимать ваш уровень ознакомления с тем, что мы делаем, но и постараться понять приоритеты, ваши интересы. Я запустил тут тоже небольшой опрос, ух, побежала, что для вас больше не представляет интерес, я повторяюсь в рамках второй части нашего вебинара постараться акцентировать внимание на том или ином вопросе. там 30 секунд голосуем, да, я пока выдохну немножечко, 30 минут говорил, а вопросы можете в чате писать, я постараюсь на них ответить. Да, переподготовка корректователя. Ну, хорошо, останавливаем то голосование, я смотрю, победил виртуальный класс. Галина Александровна, основная цель вебинара нашего с вами, да, как это было заявлено, в общем-то, программе, ознакомить вас с теми решениями, которые есть на российском рынке, российский продукт, да, не импортный, который позволяет решать задачи в области электронного обучения в том числе. Поскольку аудитория по большей части не знакома с, как мы выяснили в самом начале голосования с этим программным продуктом, а он является для российского рынка образования, ну, там, сегмента образовательного достаточно значимым, то задача нашего вебинара, она может быть сформулирована как просветительская, но ни в коем случае не рекламная, не продажная, потому что у меня нет никакой задачи вам продать, у меня есть задача объяснить, как делают крупные и большие вузы и поделиться опытом этих образовательных учреждений, ну, и в данном случае я выступаю просто как некий трансмиттер между опытом вуза и образовательного учреждения и вами участников вебинара. хорошо, коллеги, останавливаем да, спасибо за понимание, останавливаем опрос, приоритет распределить следующим образом, победил вебинар, да, кстати, я покажу его вам, даже сегодня вам его попробовать, вы сможете самостоятельно попробовать, хочу сразу сказать для тех, забегает вперед по вебинару, несмотря на то, что эта платформа вебинарная E-класс, она интегрирована с нашим программным обеспечением, но она может быть интегрирована и с другим программным обеспечением, другой LMS, например, Moodle, да, и вы можете установить параллельно и Moodle, если вам чужая рубашка ближе к телу, и наш E-классы, они будут работать совместно, наверняка, да, плагеты Moodle находятся. Вот, на втором месте у нас конструирование учебных курсов, проектное обучение, база знаний, да, и там они как-то поделили между собой и управление учебным процессом. Хорошо, коллеги, я... Да, да, будет практически сейчас мы к ней собственно переходим. Закрываю тогда опрос и постараюсь запустить трансляцию экрана. надеюсь, подскажите, видно у вас на экране содержание моего рабочего стола, потому что я в Миропольске, к сожалению... так устроен, что я не могу точно, однозначно понять, транслируется что-то с моего компьютера или нет. да, я понял. Итак, несколько примеров на... публичную... публичную часть выношу, я постарался подобрать так, как бы, от простого к сложному, но вот первый пример, вы знаете, что уже несколько лет, как духовное образование в Российской Федерации, оно подчиняется, в том числе, и требованиям нашего Минобра, да, то есть, те же самые нормативы, рабочих учебных планов, коррекционных показателей, все, что с этим связано. И вот, небольшой пример, это портал... портал электронного обучения Русской Православной Церкви. Ну, это не сам портал, так называемая песочница, то есть, когда вот мы проект создаем и передаем, сначала все это отлаживается у нас здесь внутри, потом и передается непосредственно заказчику уже в виде готового программного обеспечения, там не надо настраивать или что-то с ним сделать. Вот, собственно говоря, вот эта часть до того, как мы это передали, она установлена у нас, и я сейчас ее показываю, потому что мне это технологически сделать проще. Мы с вами, смотрите, вошли на портал. Как он устроен? Ну, во-первых, сейчас для цели демонстрации вы можете здесь видеть несколько одновременно ролей в системе, которыми я могу пользоваться и могу выступать в качестве преподавателя, менеджера по обучению или методиста, разработчика ресурсов электронных курсов, менеджера или управленца по базе знаний, технического администратора и обычного слушателя. Ну, вот сейчас я выступил в качестве менеджера по обучению, мы можем с вами посмотреть, как выглядит этот портал с точки зрения методиста или менеджера по обучению, то есть того человека, кто сопровождает непосредственно учебный процесс. и так, я могу управлять чем? Первое, пользователями, контролировать их заявки на обучение, могу управлять преподавателями и формировать учебные группы. Но если еще установили компоненты, связанные с управлением и планированием учебного процесса, там типа электронного деканата, о которых я упоминал, то соответственно, там еще учебные потоки и другие некие сущности. Я могу управлять организационной структурой. Дело в том, что этот портал единый для нескольких учебных заведений. В первую очередь, конечно же, Троцк, Сергей Вилавра, но не только, и другие учебные заведения. Соответственно, здесь я мог бы увидеть все эти учебные заведения, которые вовлечены в данном случае в процесс обучения через этот портал. Это блоки, связанные непосредственно с планированием учебного и обеспечением учебного процесса. Перечень учебных курсов и перечень так называемых учебных сессий. И вот здесь я, для тех, кто знаком с Moodle или другими системами, хотел бы подчеркнуть разницу. Дело в том, что, например, если вы проводите ежегодно, например, курс, русский язык, допустим, то каждый раз вы на этот курс набираете новую учебную группу или несколько учебных групп, которые ведете, но при этом сохраняете тот контент учебный, который был в предыдущий раз. Может быть, его неким образом модифицируете. Здесь, в отличие от других систем, построено LMS следующим образом, что есть как бы шаблон учебного курса и на основании этого шаблона вы можете запустить несколько процессов по этому шаблону. Эти процессы как раз называются учебными сессиями. Они будут отличаться от базового шаблона тем, что в каждой из них будут свои учебные группы или свой контингент. Правда, он может и пересекаться, но в общем это различный контингент. Возможно, свои преподаватели, может быть, одни и те же, они могут отличаться, если мы говорим об автоматизации очного обучения, то они, этот русский язык может проходить в разных местах. То есть, каждая учебная сессия может быть привязана еще к месту проведения или к образовательной организации, или территориальной, или организационной неким образом. Вот разница между учебными курсами и учебными сессиями. А учебные программы это то, если мы говорим о вузовском образовании, грубо говоря, учебная программа это семестровка, то есть, тот пул учебных курсов, который проходит студент в пределах одного учебного периода. В данном случае для вуза это один семестр учебный период. Различные категории, места проведения обучения, провайдеры обучения внешне, если внешне используются привлеченные силы, ну и там анкетирование, обратной связи, чтобы можно было выстроить систему качества и управление качеством в рамках портала. Также мы с вами видим, что интерфейс построен в виде таких набора виджетов. Они настраиваются абсолютно, так же, как и в большинстве других систем. Какие-то показатели эффективности, активность пользователей, управление заявками, ну и так далее. Ну, интереснее, наверное, посмотреть в течение функции, близкой нам с вами, преподавателя. Вот я как сейчас, как преподаватель, что я вижу? Давайте, пойдем. Первое, есть учебные дисциплины или учебные курсы, которые я веду в данный учебный период. Есть какую учебную программу можно для этого использовать. Не совсем, простите, понял вопрос, могли бы уточнить, пока я вот рассказываю. Есть, опять же, виджеты, которые настраиваются, там их очень много. Ну, в данном случае мне показывают активность моих студентов, именно моих студентов в системе за некий проминуток времени распределения этой активности, то есть, когда они в большей степени приходят в систему, ну, вот тут видно, что она там в обеденное, грубо говоря, время приходит, да, и ближе к вечеру в системе. Рейтинг информационных ресурсов, то есть, тех учебно-методических материалов или просто информационных материалов, которые загружены в систему и которые, полезность которых может оценивать сам слушатель. Но самое, конечно же, главное, это те учебные курсы, которые я веду как преподаватель. здесь, там, для примера, их тут много, да, сразу выведено, чтобы можно было посмотреть. Ну, вот это каталог учебных курсов, которые со мной соотносятся неким образом. Ну, давайте возьмем что-нибудь нейтральное, например, там, иностранный язык. В нашем иностранном языке есть план обучения или план занятий. Так же, как в рабочей программе дисциплины, да, мы с вами формируем план занятий, там, пишем, занятие один, рассмотрим вопрос на занятие один, там, способ контроля, да, какие-то такие ключевые вещи. Точно так же и здесь может быть выстроен может быть выстроен вот кусок рабочей программы дисциплины в виде плана занятий, вот они здесь, там, с анотациями, да, если есть необходимость и так далее, с методами контроля каждого из этих учебных мероприятий. Результаты учебных мероприятий мы можем с вами посмотреть, ну, условно, ведомости успеваемости, вот они здесь введены. Здесь мы уже видим по вертикали тех студентов, которые проходят обучение, по горизонтали отметки или оценки. Отметки, которые, например, если это очное обучение, это отметка посещений там был, не был, если это оценка или дифференцированная оценка, то мы можем ее здесь либо вручную выставить, например, там, 3, либо в случае, если у нас в курсе есть контрольные измерительные материалы в виде тестов, естественно, оценка может сюда попасть автоматически, исходя из результатов прохождения тестирования. Система тестирования на портале развита очень сильно, это всякого рода помимо вариантов всяких тестов, это еще и возможность выполнять упражнения, это и задания, которые вы можете раздавать, и варианты заданий, ну, например, там, творческие, эссе или рефераты, да, что-то в этом духе, это и различного рода ограничения, когда, за что, это и шкалы, по какой методике оценивать, шкалирование можно осуществлять, есть специальный блок или модуль для взаимной оценки, что используется обычно в массовых онлайн-курсах открытых, тогда, когда работа, если у вас там, ну, как здесь три человека, это не составляет вам труда, осуществляет, проверить домашние задания, которые творческие, там, эссе, например, а когда их не три, не четыре, а триста, там, или три тысячи, а такие примеры есть, то, конечно же, тогда необходимо автоматизировать проверку не только формальных, прохождение формальных тестов, но и творческих заданий. Вот для этого есть средства взаимного контроля, тогда, когда задания отправляются на проверку не, в первую очередь, другим студентам, выполнившим работы, и есть некие метрики, по которым определяется сходимость этой оценки, то есть валидность ее по отношению к необходимому уровню. Вот таким образом выглядеть ведомость успеваемости. Здесь же мы с вами можем написать какие-то комментарии слушателю, которые он увидит у себя условно в электронной зачетной книжке, что там, допустим, тебе там пятерка, но обрати внимание на то-то, то-то и то-то. Отметки о посещении просто выставляются, там был, не был. Вот таким образом для каждого типа занятий, вернее, для типов занятий может быть определенной шкалы, то есть какие используются, там, двоичная система, двоичное шкалирование, там, пятибалльная шкала, там, или стабальная, или в процентах, или что-то еще. Вот как раз на основании, да, на основании вот этой информации потом может быть рассчитан или пересчитан там, по событию, рейтинг, рейтинги, и вот в рамках бальной рейтинговой системы накапливаться как раз те баллы, которые необходимы для того, чтобы пройти курс успешно, и вот этот объем знаний нам с вами получить. и здесь также ставятся итоговые оценочки. Тут же мы можем посмотреть на каждого человека, кто это там такой, и с ним там пообщаться. Это то, как выглядит с точки зрения преподавателя. Посмотрим, какие еще тут есть возможности. Ну, например, занятие один, занятие два, семья, да, вот у нас тут. В данном случае занятие два, семья, на которое мне необходимо пройти, это некий учебно-методический материал, с которыми мне требуется ознакомиться, вот он, да, тут какие-то кнопочки навигации. Материал в системе может быть вложен какой угодно, это может быть PDF, это может быть скором объекты, ну, в принципе, все что угодно. Здесь, например, на портале есть, помимо таких традиционных курсов, еще и церковное пение, соответственно, на конкретном на этом портале. Соответственно, там вы сами понимаете, что материалы не видны, занятия один, два. Давайте посмотрим в Рошейном виде, там все будет. все занятия. Ну вот они тут, занятия один, два. То это так, как видит слушатель, студент. Название занятия, рекомендуемое время выполнения, оно может быть установлено, может быть не установлено. Кстати говоря, в Learning Series есть такая тоже особенность, можно выстраивать адаптивные программы обучения, тогда, когда выполнение того или иного занятия, допуск к нему привязан к неким параметрам. Это может быть параметры, связанные с прохождением предыдущих занятий. Ну, например, вы прошли тест успешно, там рубежный контроль по первой части обучения успешно, тогда вам открывается доступ к блоку занятий во второй части. Или к общим показателям, например, к суммарному баллу, накопительному баллу, который вы, как студент, набираете в рамках прохождения того или иного учебного курса. В общем, там возможностей достаточно много. Здесь же, помимо плана и результатов, есть еще различного рода метрики, но я подробно не буду туда погружаться, у нас не так много времени. Возможность сформировать контрольно-измерительные материалы в виде тестов, заданий, опросов, если вы хотите проводить опрос мнений слушателей. Да, запись должна быть, конечно. Управление участниками, слушателями, преподавателями, если их несколько на одном курсе, в курсе архивные данные по прошедшему обучению, формированию группы и подгруппу. И, соответственно, те способы коммуникации, которые вы выбираете для того, чтобы взаимодействовать с аудиторией, как преподавателя. В данном случае выбрана только новостная лента по курсу, она будет вестись и форум, где можно что-то обсуждать. Но сервисов этих гораздо больше и нам просто нужно галочками поставить, что мы будем использовать. Будет ли чат общий для курса, будет ли Вики создан, блок для преподавателя, разрешен ли обмен контактами между участниками обучения или короткими сообщениями, есть ли общее файловое хранилище для обмена какими-то материалами в рамках учебного курса. Вот таким образом формируется та степень интерактивности, которая необходима при проведении обучения. Ну, вот теперь они у нас все сами присутствуют. Ну, вот, наверное, про курсы, да, я как бы более-менее рассказал. Про, еще раз вернемся к менеджерам по обучению, то есть покажу про учебные сессии и календарное планирование. Немножечко тоже два слова скажу. Учебные сессии это то, что мы, ну, вот здесь весь календарь заполнен, да, потому что, ну, идет процесс обучения. На календаре мы можем с вами посмотреть, как проходит обучение каких, по каким учебным дисциплинам и формировать этот процесс, ну, вот таким вот с помощью обычного дракон-дропа. Помимо этого управлять местами проведения обучения, потому что, я уже говорил, есть и очное обучение, мы про него тоже не должны забывать. В любом случае справочник пуст, ну, вот, собственно говоря, здесь ведется справочник корпусов аудитории, то, к чему привязаны ресурсы учебного процесса. IOS не поддерживает формат. Какой? Простите, формат не очень понимаю. А, ну, видимо, трансляции нет. Да, презентацию я разместил заранее в здесь вот в бинарной комнате, и она открыта для скачивания. Вы можете ее скачать. Понятно, что там не так подробно, как я рассказываю сейчас, да, но общий принцип вы, наверное, поймете примерно вот по этой программе. Итак, вернемся к учебным курсам. В качестве учебной активности может быть использован также и вебинар, поскольку, да, он победил у нас в рейтинге интересов, то два слова я о нем скажу. Например, занятие 1 может быть основано на базе виртуальной комнаты. При этом для того, чтобы его создать, давайте попробуем с вами сделать в рамках какого-то иностранного языка того же самого. Так, сейчас мы переключимся. Вот у нас уностранный язык. Можем с вами создать в плане занятий мероприятие вебинар. Там встреча, консультация, какая-нибудь там, неважно. Указать для этой учебной активности тип его, ну вот, я указывал, что это вебинар, будет ли фиксироваться учебный результат, ну, какая-то аннотация, там, подготовьте, там, для его проведения. Указать, что, когда именно будет проходить, ну, например, там, на первый день на первый день проведения обучения, или на какой-то. Указать условия, если есть необходимость, то есть, например, те, кто допускается для проведения этого, те, кто допускается, да, вот видите, не умеет рабочий стол транслировать в iOS, те, кто допускается до участия в этом вебинаре, например, только те, кто прошли обучение по опыту, по какому-то предыдущему занятию. Кто будет вести его, в данном случае, я, и кто является участником, и все ли, из тех, кто проходит обучение на моем курсе, или кто-то выборочно, для кого-то, или какая-то подгруппа, например, ну, скажем, что все. Теперь в плане мероприятия у нас появилась такая запись, как встречи, консультации, а сейчас нам нужно на нее посмотреть. Вот она, да, появилась. И щелчком по ней мы сейчас перейдем в... и преподаватель, и слушатели попадают в виртуальный класс. Поскольку вот доступа к этому порталу не имеете, я покажу вам, как попасть в этот виртуальный класс обходным путем. У нас есть такой сайт, сейчас идем тут у нас, вот он. Он называется e-class.eran.ru Сейчас я его напишу прямо в чате. Вы можете туда. Вот он. И на нем такая большая зеленая кнопочка, которая сейчас прямо перед вами, нажав на которую и ведя... Ну, я уже просто там авторизован был, ведя свой адрес электронной почты и там фамилию, вы попадете в демонстрационную виртуальную комнату. Вот она сейчас перед вами. Здесь вы, ну, собственно, можете знакомиться вот с этим, кратко знакомиться с продуктом в режиме преподавателя. Здесь загружен небольшой такой видеоролик про нашу компанию. можно сказать, коллеги, простите, но да, это небольшая реклама как раз будет. Вот. И посмотреть, как организован, например, чат. Ну, я тут что-то не пришел в чате. Видите, вот, сразу обратил бы ваше внимание на отличия. Ну, помимо самой технологической оснастки, что это не флэш, тут, например, сообщения в чате, они появляются рядом с аватарками участников. сейчас только два, условно, администратор, такой робот, который с той стороны вебинара, и я, ну, у меня фотографий нет, если бы я был зарегистрирован как фотографией, здесь бы моя аватарочка появилась. Но, главное, что рядом с участником появляются вот эти вот такие баллончики, где краткое содержание. Мы можем, если там упустили, посмотреть внимательно, что это там за человек. Основная идея связана с тем, чтобы привести границу между виртуальным и очным общением. И вот, обратите внимание, например, вокруг моей аватарочки, внизу слева, такой красненький, бордовый, появилась некое освещение, некоторая аура. Она со временем потухнет. Эта аура означает, насколько я вовлеченный, активен. То есть, что я делаю, фокусили внимание моего, как удаленного участника, рабочий стол, вебинарная комната. те, кто не активен, они не будут, соответственно, светиться и не будут индексироваться, не будут видны здесь, они потихонечку будут уходить. Для этого это сделано как раз для того, чтобы ведущий понимал, кто для него сейчас находится в фокусе внимания, а кто уже не с ним и мог каким-то образом взаимодействовать. Другими особенностями является то, что, например, вы видите, тут загруженный ролик с YouTube. Это означает, что, разместив здесь ролик, я могу его удаленно показывать и другим, не через трансляцию рабочего стола, а через синхронизацию. у них тоже он загрузится, и если я здесь перешел на какой-нибудь там почти две минуты по трекеру, соответственно, этот ролик будет синхронизирован между разными участниками, другими участниками. Это тоже важная составляющая, позволяющая вам в большей степени использовать мультимедийный и внешний контент по отношению к самому вебинару, а не только PowerPoint-презентация, хотя их тоже можно в таком же точном режиме. Ну и еще множество других элеменчиков, компонентов. Например, голосование. Здесь система автоматически считает, сколько раз вы проголосовали за или сколько раз мы проголосовали против, и для этого не нужно даже готовить какие-то контрольные вопросы, их можно, простые вопросы, их можно просто озвучить или подготовить какой-то слайд, система автоматом посчитает, сколько людей за или против или какие-то другие реакции. И вот, я не буду сейчас подробно останавливаться, Естественно, тут кнопочка «Выйти в эфир» тоже. Попробуем, не знаю, если они не проконфликтуют. Да, ну, с другой камерой я там подключился, наверное, тоже видно. Вот таким образом. Это другой продукт, по-другому позиционирующийся по отношению к остальным продуктам похожего класса. И, ну, пойдемте дальше, давайте двигаемся дальше, да, в нашем с вами... Я бы сказал, это монологи. О чем бы я еще кратко хотел, мы уже час с вами разговариваем, да, и время наше подходит к концу. Кратко бы еще о чем бы хотел, кроме самого портала, поговорить. Вот еще несколько примеров, например, да, это такой Зеленоград, есть город, вы знаете, там микроэлектроника развивается. Это тоже такой кластер зеленоградский, вот предприятия объединились и вместе с вузами сделали единую такую площадку на базе нашей платформы, где проходят обучение сотрудники предприятий и студенты, которые собираются попасть на эти предприятия. Вот по таким современным направлениям технологий, там как 3D-печать, там микроконтроли, ну, в общем, прочие такие технические курсы. Не будем подробно. Это, кстати говоря, вот проект, который только-только мы сдали. Да, сдали, даже, вы знаете, что у нас скоро 18 марта, и вот наша избирательная комиссия тоже готовится к этому моменту времени и подготовила, мы помогли им подготовить такие интересные обучающие курсы, называется «Школа молодого избирателя и школа молодого кандидата». Любопытно то, что для дистанционных учебных курсов, то, что похоже, что «Школа молодого избирателя» потенциально это самый массовый открытый онлайн-курс в Российской Федерации, потому что целевая аудитория около 120 миллионов человек у такого рода курса. Это все избиратели плюс старшие школьники, которые готовятся платить и голосовать. Ну вот, это как раз пример информационной обратной среды Российской Таможенной Академии. Ну, я подробно тоже не буду, с учетом лимита по времени, но вы можете тут посмотреть, что тут, чем отличается. Помимо учебных курсов, есть еще у преподавателя программа обучения, к которому он закреплен, расписание занятий, да, потому что это и очное обучение, каталог выпускных эволюционных работ у, соответственно, методистов и диспетчеров различного рода. Это целиком, да, все учебное планирование здесь. Это и программа обучения, базовые учебные планы, учебные периоды, рабочие учебные планы, различного рода компоненты обучения, формы итоговой отчетности, шкала оценивания, студенты, учебные группы, учебные потоки, расписание различного рода, которые также формируются, отчеты, рейтинги, отчеты о посещаемости, в том числе очные, да, когда мы говорим об очной посещаемости. То есть, вот весь комплекс учебно-методических задач, начиная от планирования и заканчивая выпуском специалистов, он на базе нашего решения в Российской Таможенной Академии реализован. Очень кратко показываю, потому что, да, у нас еще есть там предметы. И несколько примеров такого организации учебного процесса, немножечко другого. Например, это проектный офис. Кратко тоже покажу, только подробно я про это вот расскажу в рамках другого вебинара. Тогда, когда проект, это такой процесс, связанный с обучением, либо формальный учебный процесс, если проектное обучение, либо неформально, тогда, когда в ВУЗе, например, там выполняете какие-то гранты. Сейчас мы возьмем в какой-нибудь проект, посмотрим. Ну, вот там разработка какой-то. У этого проекта, если мы говорим про обучение, то проектное обучение, это как бы такая немножко транспонированная матрица учебная. То есть, если в основе обычного традиционного учебного процесса есть учебная программа и курсу привязаны преподаватели, преподаватели, он как бы центральное звено, вокруг него накладываются, заворачиваются учебные активности. То есть, если все наоборот, есть студент или проектная команда, или отдельный студент, если индивидуальный проект. И вот вокруг студента разворачиваются учебные мероприятия различного рода событий. Они привлекаются в этот проект. Они могут находиться внутри, в рамках учебного процесса, туда быть инканкцилированы, а могут находиться снаружи, если проект с привлечением, например, работодавателей происходит. И вот, собственно говоря, здесь называется план мероприятий проекта. Это не столько какой-то пайплайн или диаграмма Ганта, потому что то, что здесь предназначено для организации коллективной работы, а не отчетных документов. То есть, отчетные документы никуда не деваются, это отдельно. Вот, посмотрите, там проект. Активность какая-то, самостоятельное изучение проблемы. Там обсуждение темы проекта в команде, распределение ролей в команде после утверждения темы проекта. Тут же результат, да, подготовлен документ какой-то. Подготовка технического задания. И обратите внимание, что это уже другой этап проекта, поэтому здесь спектрограммки другие используются. То есть, мы визуально видим, что мы перешли на следующий этап. Мозговой штурм по какому-то вопросу. Изготовление макета, изготовление чертежа, голосование какие-то, которые мы можем посмотреть по выбору, принятие какого-то решения. И все это протоколируется в электронном виде. Самое важное, что это для проектной команды, и все это удаленно. То есть, проект, если влечен сотрудник предприятия в качестве консультанта или эксперта, ему не нужно уходить в свое рабочее место. Студенты, соответственно, могут выполнять это дома или везде, где есть интернет. Вот такого типа активности мы можем сводить в рамках проектного обучения на портале электронного обучения. Важно также то, что по итогам такого учебного процесса результаты обучения, в данном случае проекта, его компоненты этого проекта, они помещаются в электронное портфолио с долей трудового участия. То есть, мы можем ввести в рамках проекта, грубо говоря, ключевые показатели эффективности каждого из участников, и те KPI будут показаны в итоговом портфолио, для того, чтобы потом, когда это попадет в резюме или в CV выпускника, было понятно, чем конкретно он занимался в этом проекте. А само портфолио тоже очень кратенько. Сейчас все введем, тоже покажу. Портфолио Ивана Ивановича. Ну, это другой портал, просто тут оно хоть наполнено таким образом. Тоже такой документ, который включает в себя несколько компонентов. Ну, общую информацию, понятно, да. Образовательные достижения, то есть то, что получено в рамках формального учебного процесса, результаты прохождения тестов, выполнения творческих заданий. И дальше блок, связанный с достижениями, которые я веду как студент или как преподаватель самостоятельно, там, спортивные достижения и так далее, по классификатору, который на сервере администратором настраивается. То есть я вот этот блок завожу сюда самостоятельно. И блок, да, здесь также можно посмотреть, сравнить свои характеристики с другими, в виде такой диаграммки, вот по этому классификатору, сколько у меня и сколько остальных, этих достижений, чтобы меня как-то мотивировать на то, чтобы они были и аккумулировались. И дальше блок, связанный с рекомендациями. Рекомендации могут написать те участники процессов, в которые я был вовлечен, и которые со мной взаимодействовали. Это могут быть преподаватели, это могут быть члены проектной команды в проектном офисе, о чем я говорил чуть раньше. Это могут быть работодатели, если я проходил, например, стажировку или практику какую-то, да, снаружи. Ну, в общем, все, с кем я взаимодействовал, имеют возможность написать либо позитивно, либо негативно рекомендаются, но отключать их или нет в своей серии, это уже дело мое личное, как владельцы этого портфолио. Вот таким образом формируется в данном случае один из выходных, помимо формальных, менее формальных, но тем не менее важные компоненты, как электронное портфолио. Я уже говорил, да, что в рамках портала вы можете организовать такую небольшую условную биржу выпускников, где они могут размещать портфолио, а работодатель может по определенным критериям, критерии могут быть связаны с компетенциями или с просмотром вот этих вот классификаторов, формировать образ будущего сотрудника для себя и отбирать тех, кто представляет для них интерес, наблюдая не только за конечным документом, но, возможно, и за историю обучения, историю развития этого слушателя, этого студента на всем протяжении периода обучения в учебном заведении, потому что вся эта информация здесь есть, ее можно использовать в качестве рекомендательной, ну, так, чтобы вы не темную лошадку на работу принимали, а человек с понятной, прозрачной учебной биографией. Вот, коллеги, на этом, наверное, я бы остановился. Больше часа, да, я уже занимаю ваше внимание. Надеюсь, что, да, у нас все пребывало, более 20 человек от начала опоздали на мероприятие, но рад, что вы все-таки до нас добрались. Спасибо, коллеги, вам большое за внимание, и я готов ответить на вопросы, ну, а подчеркну, что у нас запланирована еще серия вебинаров, они в программке есть, по тематикам, которые вы обозначили. И готов ответить на вопросы, по возможности, пишите их вот сюда, в блок вопросов. Спасибо Галине Александровне, написала единственное здесь вопрос, потому что в чате они просто быстро убегают. Итак, Галина Александровна спросила, на данный EOR, ну, на платформу, подписываются сами ВУЗы? Конечно, сами их никто не заставляет, они либо берут у нас в аренду, либо мы устанавливаем там внутри у них, внутри организации, ну, практически все примеры, которые я вам показал, да, это платформа установлена внутри отдельной учебной организации. Сколько стоит такой программный продукт? Коллеги, меня уже критиковали за рекламу, да, давайте я не буду отвечать, я напишу адрес своей электронной почты, здесь же. Вы можете мне вот вопросы, связанные с деньгами, задать более, что ли, приватно. Ничего тут, никаких тайм нет, я пришлю публичный прайс-лист или скажу, где она находится. Вот в ответах на вопросы написал свой электронный адрес, электронной почты, буду рад, если вы туда напишете. Так, насколько и сколько, насколько, видимо, берут в аренду, не меньше, чем на квартал, вот так, а дальше до бесконечности, пока живем. Нет, количество мест не ограничено, там нет ограничений по количеству учебных записей. Так, просмотрю в чате, может быть, кто-то... Да, спасибо за вот эти адреса электронной почты, я не уверен, что успею их записать. Так, то, что вы все пишете. Да, спасибо, коллеги. Да, спасибо, Светлана Борисовна, за то, что вам понравилось. Ирина Николаевна спрашивает, распределенная база данных? Видите, вопрос, распределенная это база данных или нет, это вопрос к архитектуре. Она может быть распределенная, а может быть и не распределенная, централизованная, это уже вопрос построения на более низком уровне, что ли, да, самой информационной системы. Может быть и так, а может быть и не так. Как вам, как ваш IT решит, так и будет. вопрос от Людмилы Сергеевны, комбинируется ли с Moodle? Да, Людмила Сергеевна, вот виртуальный класс, он может быть интегрирован с системой Moodle, да. А вот Ольга Александровна критикует меня за то, что объяснение повезет в воздухе нет изображения. К сожалению, что нет изображения, не моя абсолютно видна, да, мы вот работаем в данном случае, в рамках нашего вебинара на платформе Мерополиса, ну, тут вот это технические какие-то, видимо, ограничения, непосредственно к нам, не имеющие никакого ни прямого, ни косвенного отношения. Так. Не видно адреса. Давайте сейчас я открою, покупка трансляции идет, сейчас мы с вами этот адрес напишем в каком-нибудь большом редакторе типа пейнта, и вы сможете его себе зафиксировать. я, в каком-нибудь с Вот, коллеги, я надеюсь, видно. Ольга Александровна, спасибо большое, возможно, некорректно выразился. Проектные модули интегрируются с Moodle? Вообще-то нет. Дело в том, что в проектном модуле очень много компонентов завязано именно на LMS, на системе обучения, начиная от сервиса, который вы используете, форумы, чаты для взаимодействия и общения, и заканчивая более глубокими вещами. Поэтому нет, он не интегрироваться с Moodle. Он может быть установлен отдельно, без всех остальных компонентов, как и практически все, то, что были в презентации, основные компоненты, и тогда он может быть проинтегрирован с Moodle в той части, что в Moodle что-то передается, какая-то информация, или из Moodle берется, например, участники, учебные группы или что-то еще, но это уже скорее такая передача данных, да, а не совместно, не столь плотное совместное использование. Но может быть использовано самостоятельно, просто по отдельному URL у вас будет находиться проектный офис, там вы должны быть авторизоваться, ну, в общем, вот таким образом. Так, что еще тут? Вопросы? Ну что ж, коллеги, поскольку вопросов больше нет, вот в данный момент ремни, да, я вас также очень хотел поблагодарить за ваше внимание, которое вы мне уделили, и время, которое вы нашли, больше часа, поздравить вас с прошедшими праздниками, ну и с наступающими тоже еще, тут много у нас в течение жизни будет. Отзывы есть, конечно, да, напишите мне по электронной почте, я пришлю, в принципе, есть даже на нашем сайте, вы можете посмотреть, сейчас адрес сайта напишу, и... Сейчас, где у нас тут мышка... Он есть и в презентации, которые вы можете скачать... Так, это не тот, извините, сейчас, секунду... Вот в чате адрес нашего сайта, если вы пробежите сниз, здесь чуть-чуть, вот есть раздел отзывы, где можно почитать, что о нас говорят другие представители, ну, например, там, известный Василий Третьяков из УФУ, ну, там, Игорь Иванович Белянин, да, из Нижегородского технического университета, РГУТИС, ну, тут и компании, и вузы, в общем, разные коллеги из Департамента образования города Москвы, Белорусский государственный университет, ну, много товарищей, да, которые... Гидрометеорологический университет, Белоножкин Юрий Николаевич, тоже известный вузовский сотрудник, Наталья Кузнецова, всяких вузов, ну, и много-много, даже, вот, вице-президент компании Microsoft оставил свой отзыв, за что я ей тоже очень благодарен. Спасибо большое, коллеги, еще раз, надеюсь, до новых встреч, стараюсь не надоедать и больше практики с меня, вот, спасибо, прощаемся. Дмитрий, огромное спасибо за проведение сегодняшнего вебинара. Я тоже отвечу кое-какие вопросы, значит, по поводу трансляции рабочего стола. К сожалению, это такое свойство у вебинарной системы компании Meropolis, что рабочий стол транслируется только на виндусовые компьютеры. И с этим мы ничего поделать и поправить на будущее тоже не можем, разве что сменить всю вебинарную систему, но это целое событие. Это не демонстрация видео, демонстрация видео здесь работает нормально, это именно демонстрация рабочего стола и технологически эти операции достаточно сильно отличаются друг от друга. Вот, так что вот на будущее придется потерпеть или вот на подобные вебинары приходить с виндусового компьютера, хотя я понимаю, что это требование иногда достаточно неприятное. Также вопрос отдельно по поводу недошедших или неправильно дошедших сертификатов за вебинар 16-го числа про канал на YouTube. К сожалению, я сначала первоначально разослал не по правильному списку эти сертификаты, исправился и опять сделал небольшую ошибку. Разослал пустые сертификаты. Вот прямо сейчас, буквально несколько секунд назад, я сделал правильную рассылку и надеюсь, что теперь она до вас дойдет в нормальном состоянии. Ну что ж, еще раз хочу поблагодарить Дмитрия. Мы его ждем каждый месяц у нас вплоть до июня месяца. У нас расписана программа его вебинаров. Вы можете на нашем расписании посмотреть, когда эти вебинары будут проводиться. Всем спасибо. Встретимся на новых вебинарах Директ Академии. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...